Правительством Казахстана несколько дней назад принято историческое решение. С 1 марта в стране вводится единый часовой пояс. Напомним, этот вопрос неоднократно поднимался, но детально начал рассматриваться в прошлом году. Основные направления новшества разъяснили октябрьской общественности в ходе круглого стола, организованного в здании областного филиала партии Аманат. Сейчас на территории Казахстана время исчисляется двумя административными часовыми поясами, пятым и шестым. Именно к так называемому UTC-5 наряду с западно-казахстанской, Тараусской, Казлардинской и Мангистауской относится и Актюбинская область. В ночь с 29 февраля на 1 марта остальные регионы переведут стрелки на час назад. В этой связи сейчас проводится активно-разъяснительная работа в пяти областях. Заметьте, мы начали именно с Ахтубе. Вы спросите, почему для Ахтубе изменений часового пояса не происходит. Во-первых, это запад страны. Мы считаем правильным объехать все части нашей родины. На западе обязательно тоже быть. Во-вторых, устанавливается, я подчеркну, единый часовой пояс. То есть, прямо говоря, столица поменяет стрелки часов по Ахтубе. И, соответственно, упростятся коммуникации, бизнес, управление государством. Все эти процессы унифицируются и, соответственно, станут удобнее для работы. Важно подчеркнуть, что с установлением единого времени большая часть Казахстана будет оставаться в своем географическом часовом поясе, максимально приближенном к солнечному и естественному времени. Это повлияет на здоровье людей и, в целом, на экономическое развитие страны. У нас в стране многие учреждения и организации работают по столичному времени. Это накладывает определенные неудобства жителям других регионов, в частности, Ахтубинской области. Когда у нас в пять часов вечера, многие уже приостанавливают работу. В частности, это касается банковского сектора. Головные офисы банков действуют в Астане до шести. Получается, с пяти вечера у нас уже многие услуги недоступны. С переводом времени работа синхронизируется. Это будет удобно гражданам. Есть четыре часовых пояса, которые к нам ближе. Сейчас в нашей стране применяются два из них. Но так называемое природное время ближе к нам в рамках часового пояса UTC 5. И этому есть научное обоснование. Прежде всего, конечно же, это географическое расположение. Учитывались так называемые циркадные ритмы, циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. В нынешнее время из-за несоответствия с биологическими ритмами может негативно сказаться на здоровье человека. А жизнь, приближенная к местному солнечному времени, благоприятно сказывается на здоровье, трудоспособности, повышении иммунитета. Отметим, единый часовой пояс позволит обеспечить стабильность и предсказуемость бизнес-процессов, точность графиков поездов и самолетов, снизить временные задержки и упростить логистические процессы. Во-первых, нужно принятое решение, каждое принятое государственное решение, разъяснять, что мы сейчас и делаем ездить по регионам. Во-вторых, для таких решений нужна подготовка очень серьезная. Простой пример – железнодорожный транспорт. За 45 дней продаются билеты на поезда. Все это прекрасно знаете, абитуриенты и так далее, граждане. Поэтому КТЖ графики свои переделывают заранее. До 1 марта есть у них время. Еще более непростой вопрос – гражданская авиация. Представьте себе, сколько рейсов каждый час, каждые полчаса. Есть стыковочные рейсы, есть международный транзит-трансфер. Все эти графики нужно заранее переделать. Отметим, рассматривались варианты перевода в единый часовой пояс 1-го и 22 декабря прошлого года. Однако оптимальный был выбран вариант перевода стрелок на час назад в ряде региона с 1 марта текущего года. Николай Сырбов, Бахожан Ядыгеев, Телеканал Актюбе.